МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе мы стали свидетелями премьеры, которую ждали больше трёх лет. И хотя новый Рено Дастер во многом оказался похожим на Каптюр и Аркану, к бездорожью его готовили серьёзнее. А ещё задержавшийся бестселлер удивил широченной гаммой моторов, которой не сможет похвастаться ни один из конкурентов. Кроме того, прошедшая семидневка принесла пару корпоративных новостей. Концерн Daimler решил разделиться, а узбекский УЗ Автомоторс модернизировал производство под новый бюджетный кроссовер. И, конечно, нельзя не порадоваться целому водопаду новинок. Ниссан выкатил свежий Pathfinder. Audi представила батарейный E-Tron GT. А подзабытая нами марка DS удивила новой четвёркой. И это не считая нескольких чисто российских дебютов. Когда три с половиной года назад румынская дача выставила во Франкфурте новый Дастер, сомнений не было. Через год-два эта машина встанет на конвейер московского завода Рено. Однако, как мы видим, процесс затянулся. Паузу оправдали глубокой локализацией. По оценке Минпромторга, новинка набрала свыше 2000 баллов, то бишь на уровне лад. Теперь всё, наконец, готово. И хотя второе поколение здорово смахивает на первое, отличий между ними множество. Как минимум, полностью новые наружные панели, а также свежая платформа Global Access вместо древней Биноль. На этой же архитектуре созданы родственные Аркана и Каптюр, но лишь Дастер заточен на серьёзные внедорожные вылазки. И только ему полагается дизель, от которого решено не отказываться из-за чрезвычайно высокого спроса. С движками вообще сложилась уникальная ситуация. Никто из конкурентов точно не предлагает такого разнообразия. Базовым, как прежде, остался атмосферный бензиновый 1.6, но для версии 4х4 его немного модернизировали, внедрив другие форсунки и залив масла погуще. На удивление, двухлитровый атмосферник тоже сохранил своё присутствие, но уже без старинного автомата, а с механикой. А вот известный по-другим Рено турбомотор 1.3 на 150 сил можно заказать и с механической, и с бесступенчатой коробками. Сам вариатор марки Джатко. Ему перепали другие настройки, поэтому блокировка гидротрансформатора срабатывает на скорости 45 км в час вместо 12. Это явно замедлит разгон, зато избавит от ударных нагрузок на бездорожье. Систему полного привода не трогали. Что логично, благодаря переразмеренной муфте от огромного Ниссана Мурана, с трансмиссией до старовода никогда не испытывали проблем. Кстати, моноприводный вариант сохранился только один, для мотора 1.6. Весь интерьер, включая панель, сиденье и приборы, мы видели на Аркане, разве что без полочки справа. Кстати, за панелью теперь скрывается электрический усилитель руля. И это самые заметные перемены. Из скрытого от глаз подметим полностью переработанную силовую структуру кузова, поэтому кроссовер сделался прочнее и жестче. Как итог, внушительные 14,6 балла из 16 возможных по итогам краш-теста Аркап на скорости 64 км в час. Техника покрупнее. Новый Ниссан Подфайндер. В 2017 году российский Ниссан провел большую зачистку. Друг за другом из гаммы выпали седан Сентра, внедорожник Патрол и кроссовер Подфайндер. Последнего подсидел ближайший родственник Мурана, который продавался намного бодрее. Обычно машина уходит безвозвратно, однако Подфайндер вдруг надумал вернуться. Притом сразу, в новом поколении. Брутальный дизайн определенно пошел модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Радикальная смена стиля состоялась и в салоне. Вместо округлых форм дизайнеры перешли на плоские поверхности и ломаные линии. И даже 9-дюймовый тачскрин медиа-системы нарочито выставлен поверх передней панели. Отдельный пункт пресс-релиза посвящен шумоизоляции, так как новый Патфайндер на 60% тише предыдущего. Кроме того, создатели семейного кроссовера гордятся дорогими материалами отделки и обилием современной электроники. Бензиновый V6 прежний, но место вариатора занял классический 9-ступенчатый автомат. У нас теракировка точно заслужит одобрения. А система полного привода, построенная вокруг муфты, обзавелась новыми внедорожными режимами. Ждать российских поставок придется долго. Как минимум до конца этого года. Притом, вполне возможно, что сборку модели освоит ниссановский завод от Санкт-Петербурга. Чтобы не вставать дважды в рамках одного мероприятия, Ниссан провел презентацию двух моделей. Здесь важно сделать ремарку. Долгое время американцам под именем Фронтер скармливали прошлое поколение Навары. Но теперь концепция поменялась. Фронтером назван абсолютно оригинальный пикап. Впрочем, агрегатная база перешла новой машине по наследству. Инженеры даже сохранили заднюю рессорную подвеску и гидравлический усилитель руля. Из действительно нового подметим лишь гидравлические опоры кабины, Что сделали пикап менее тряским. Связку из бензиновой шестерки и девятиступенчатого автомата Успел примерить еще предшественник. Также никуда не делся жестко подключаемый полный привод. Хотя базовые варианты имеют трансмиссию 4х2. Очевидно, что свежий Фронтер не будет поставляться на другие рынки, кроме американского. И еще одна новость из разряда «Это интересно». В свое время французы решили освоить делянку премиального сегмента, Выкатив странноватый гибрид хэтчбека, кроссовера и купе под названием Citroën DS4. Позднее машина лишилась фамилии Citroën, поскольку бренд DS стал самостоятельным. В мировом масштабе премиальная четверка оказалась совсем провальной. И в 2018 году модель убрали из гаммы, чтобы сейчас вывести второе поколение. Правда, от былых издевательств над форматом решено отказаться. Это теперь обычный хэтч, но заметно крупнее предшественника. За исключением высоты, все другие габаритные параметры увеличены. За премиум отвечает оснащение. Ручки дверей утоплены по моде. Гигантские колеса – 19-ти или даже 20-ти дюймовые. Фары не просто диодные, а матричные. Французы гордятся, что главный модуль фар может поворачиваться на 33,5 градуса. Чтобы внести в гамму необходимое разнообразие, задуманы две специальные модификации. Performance Line – это подобие простенькой спортивной версии с черными элементами декора. Но более интересен вариант DS4 Cross. Ему полагается темный декор, багажные рейлинги, а к противобуксовочной системе добавлены новые режимы – для песка, снега и грязи. Не самую свежую платформу EMP2 освежили внедрением композитов и локальными доработками. Кроме того, модели перепали управляемые амортизаторы, жесткость которых ежесекундно меняется, исходя из актуальных показаний от фронтальной камеры. Силовые агрегаты – сплошь малокубатурные турбомоторы, с которыми сопряжены восьмидиапазонный автомат и передний привод. Впрочем, никакого практического интереса вся эта информация для нас не имеет. Ведь возвращаться на российский рынок бренд DS пока не спешит. В эпоху слияний и укропнений концерн Daimler наоборот надумал располовиниться. Тонкие подробности раздела будут объявлены позже, хотя главное уже объявлено. Теперь за грузовики и автобусы будет отвечать самостоятельная компания Daimler Truck. Новой компанией отойдут грузовое подразделение Mercedes-Benz плюс индийский Barrett-Benz, японская марка Fuso, немецкая Zetra, а также американский Freightliner, Thomas Build Buses и Western Star. Второй половиной бывшей империи станет Mercedes-Benz AG. Ему отойдут легковые автомобили и малотоннажный Comtrans. Помимо бренда Mercedes-Benz, этому новообразованию также достанутся марки AMG и Maybach. Тем временем государственная компания УЗ Автомоторс, которая еще относительно недавно называлась GM Узбекистан, затеяла грандиозную реорганизацию производства. В конце декабря головной завод был остановлен, дабы оборудовать полностью новый сварочный цех. Главный итог – это возможность выпускать актуальные модели Chevrolet на модульной платформе GEM. А первенцем планирует стать современный паркетник Chevrolet Tracker. Это двухгодовалый кроссовер, созданный для Китая и Бразилии. У него есть несколько разных моторов и коробок, а привод бывает передним и полным. Логично, что боссы узбекской компании нацелились на российский рынок. А теперь обсудим уже состоявшиеся приходы. Мировая премьера нового пикапа Isuzu D-Max отгремела еще осенью 2019-го. Наконец, третье поколение добралось и до России. Японский грузовичок переехал на новую модульную платформу. Его рама стала легче, но прочнее. Что же до габаритов, то самая популярная модификация с двухрядной кабиной стала на 30 мм короче, на 10 мм шире и на 5 мм выше. Подросла на 30 мм и колесная база. Схематично подвески остались прежними, но спереди внедрены новые рычаги, сзади изменены углы установки амортизаторов, а барабанные тормоза уступили место дисковым. Еще одно новшество – рулевая рейка с другим передаточным числом. В России пикапу положен один единственный двигатель. Это модернизированный трехлитровый дизель с измененной формой камер сгорания и турбокомпрессором с электронным управлением. На выбор покупателя предложат шестиступенчатые коробки передач, механику от Исудзу и автомат Айсин. Привод подключаемый полный с электромагнитной блокировкой заднего дифференциала. Цены и комплектации, коих будет пять, японцы опубликуют в конце марта. Российские дилеры начнут принимать заказы в конце апреля. В обозримом будущем Исудзу привезет в нашу страну и родственный пикапу рамный внедорожник MUX, который был обещан россиянам еще несколько лет назад. Но случится это не раньше 2022 года. Двигаемся дальше. После того, как марка Peugeot поставила на конвейер калужского завода каблучок «Партнер», не было сомнений, что компанию ему вскоре составит родственный Ситроен Берлинго. Ведь одна машина отличается от другой лишь оформлением радиаторной решетки. Теперь догадки подтвердились фактами. Этой весной Берлинго действительно получит российскую прописку. В серию пойдут стандартные и удлиненные версии, для которых будут доступны бензиновые и дизельные моторы. Впрочем, в таких же исполнениях сейчас предлагается и «Партнер». Поэтому не очень понятно, зачем рынку нужна пара одинаковых машин под разными марками. По итогам прошлого года марка «Черри» показала заметный рост продаж. Понятно, что основную кассу сделал относительно недорогой «Тига-4». А чтобы публика заинтересовалась флагманским «Тига-8», в компании решили пойти на хитрость. Теперь, кроме двухлитрового турбомотора, для «Восьмерки» будет также предлагаться полуторалитровый. Причем с последним сочетается скорострельный шестиступенчатый преселектив вместо вариатора. Так что по динамике младшая версия обходит старшую. Выбор более скромного движка позволит сэкономить в 80 тысяч рублей. Но по странной логике маркетологов, для заказа доступна лишь максимально упакованная комплектация. В прошлом году «Ауди» пристроила около полутора сотен батарейных кроссоверов и трон. На зарождающемся электромобильном рынке России это серьезное достижение, которое теперь решено закрепить. Так, помимо стандартной версии, дилеры теперь будут предлагать купеобразный вариант и трона. В единственной двухмоторной версии новинка оказалась на 205 тысяч рублей дороже. Но вся доплата лишь за силуэт. Кстати, прикупить в вольт-амперную «Ауди» тот еще квест, ведь их продажей занимаются всего пять дилеров из Москвы, Питера и Екатеринбурга. Скорее всего, к нам приедет и другая новинка – «Ауди» и «Трон GT». Серийный седан, на удивление, точно повторил свой концептуальный прообраз 2018 года. На выходе получилась, пожалуй, самая яркая модель из нынешней гаммы «Ауди». Ведь только «Итрон» имеет собственное лицо. Остальная же продукция «Четырех колец» сейчас – что сосиски разной длины, которые так ненавидел дизайнер Крис Бенгл. Неординарный сквозит и в мелочах. Взять, например, безрамочные двери и крохотную крышку багажника. Последняя наверняка не слишком практична. Зато силуэт получился однозначно легким и запоминающимся. Труднее всего было разместить в машине большой блок батарей и получить общую высоту кузова ниже, чем «Ауди С7». Интерьер, скроенный по известному принципу «квадратиш он практиш», будто от другой модели. Пожалуй, немцам стоило соорудить нечто более элегантное. Что касается техники, то под эффектным кузовом скрывается начинка от «Порше Тайкана». Это двухмоторная архитектура, дополненная двухступенчатым редуктором сзади. В базе пара движков выдает около 500 сил. Топовая версия RS, разумеется, мощнее. Между прочим, это первая электрическая RS-ка. У нее более мощный электромотор сзади, пневматическая подвеска и управляемый дифференциал сзади вместо самоблокирующегося. Впрочем, обеим модификациям полагаются одинаковые батареи емкостью 93 кВт-часа. Они поддерживают ультрабыструю зарядку, так что для пополнения запаса энергии требуется менее получаса. Производство электрических седанов стартовало еще под занавес прошлого года, а в Германии даже начали прием заказов. Базовая версия стоит 100 тысяч евро. Это немногим дешевле, чем исходный «Тайкан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова